Четыре скрипки «Альт» и «Виолончель» родом из XVII и XVIII веков были приобретены Фондом музыкальных инструментов при участии частного сектора. Фонд был основан лишь в прошлом году, но ему уже удалось получить для Эстонии шесть старинных инструментов, что, по мнению специалистов, является потрясающим результатом. По словам члена правления фонда Мария Лохуару, создание этого учреждения было единственной возможностью для талантливых эстонских музыкантов приобрести опыт игры на уникальных инструментах. Старинные экземпляры музыканты теперь смогут арендовать у фонда. Как считает вице-председатель фонда национальной культуры Томас Вельмед, без опыта игры на подобных инструментах эстонские музыканты не могут конкурировать с коллегами на международном уровне, поэтому приобретение этих экземпляров может сподвигнуть музыкантов на достижение высочайших успехов. Сейчас можно учиться у кого угодно, по всему миру, но инструмент должен быть итальянский или французский. Ну, с тех пор, вот, 300 лет, ну, минимум 200 лет. Вот такие инструменты — это единственная возможность пробиться на международном арене. Таким образом, теперь у эстонских музыкантов появилась возможность поиграть на итальянские скрипки конца 17 века или услышать виолончель, на которую вполне вероятно играли для Наполеона. Если для обывательского слуха сложно понять, чем старинный инструмент отличается от современного, то сами музыканты однозначны в своих оценках и ощущениях. Если сравнивать с современными инструментами, то старые дают удивительное ощущение глубины. У них специфический тембр, который отличает их от нынешних струнных. Играя на старинных образцах, проникаешься их историей, что особенно ценно. По мнению министра культуры Эстонии Эндра Кассара, игра на этих ценных инструментах будет способствовать творческому развитию даже опытных музыкантов. Впрочем, для игры на старинных образцах будет допущен не каждый музыкант. Только профессионалы высокого уровня с соответствующим сертификатом смогут арендовать шедевры итальянских и французских мастеров. Ну а дорога — фонд для бизнесменов, который готовы внести свой вклад в развитие отечественной культуры, как говорится, открыто. Алексей Милованов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.